На старт! Внимание! Марк! Беги, беги, давай! Кто самый быстрый и выносливый, показали результаты сдачи ГТО. Тестирование по лёгкой атлетике для школьников было организовано на стадионе «Металлург». Лёгкая атлетика в нашем округе, она не сильно развита, и мы стараемся всячески, как бы, вот такими мероприятиями привлечь людей к нашим соревнованиям, к здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту. Тестирование прошли более 60 ребят из образовательных учреждений и спортивных секций округа. Я уже сдавала ГТО, и мама была подписана на ГТО, и она услышала, там рассказали, что будет такой забег. Я посоветовала, я отслеживала, я знаю, что ГТО – это интересное мероприятие, что оно полезное во всех смыслах, и для здоровья, и для дальнейшего поступления. Я бы хотела, чтобы она каждый год сдавала и вовлекалась в это. Может быть, действительно это сделает в дальнейшем её спортивную карьеру. Попробовать свои силы в лёгкой атлетике решила Ярослава Сиганова. Девочка почти 8 лет занимается баскетболом, по чутким руководствам своей мамы – учителя физкультуры. Ежедневные тренировки стали отличной подготовкой к забегу. Мы бегаем площадки, упражнения, на скорость делаем. Летом на тренировках мы в лесу бегали кросс по 3, по 6, по 9 километров. Бегала, поскольку получалось неплохо длинной дистанции, решили. Дочка сама предложила мне, говорит, попробуй полторы тысячи пробежать на время здесь уже. У неё есть целеустремлённость, да, и характер спортивный. Конечно, родители стали главной поддержкой мальчишек и девчонок в сдаче совсем нелёгкого спортивного экзамена. И сын занимается уже два года лёгкой атлетикой. Спорт занимает большое место в нашей жизни. Мы очень рады и благодарны нашему тренеру за то, что она помогает нам быть здоровыми. Действительно, это большой вклад в здоровье, в хорошее настроение, в успехе, в учёбе. Ребятам необходимо было преодолеть короткую дистанцию на 30 метров и длинную на 2 километра. По итогам состязаний все участники получили медали и дипломы в своих возрастных категориях.